Акция! Акция! Покупайте маникюр на 10 ноготочков, 11 ноготочек делаю бесплатно! Кричала Катя после того, как сделала вывеску, приуроченную к открытию её маникюрного салона. Только я вот до сих пор не понял, в чём смысл этой акции. А если ты покупаешь 20 ноготочков, то 21 и 22 также бесплатно? Откуда ты ещё два пальца возьмёшь? Не, ну я сразу сказал, ля какой баннер после того, как увидел салон лаванда. Да вот Катюха мастерица просто. Но не так-то просто здесь всё. Задница опять нашла очередные проблемы. Мы увидели то, что возле нашего компьютерно-маникюрного клуба идёт стройка. И как потом оказалось, эту стройку организовал тренер и его жена Танечка. Ишь ты какие! Они так просто не сдались и решили нам подорвать весь бизнес. Конкуренты ядрить их мопсиль-попсиль. Они реально возле нас просто так же захотели открыть свой маникюрный салон. Ну ладно, ладно, ладно. Не надо бомбить. Мы с Катей успокоились и пошли домой к себе в салон. Да-да-эй, 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 да-да-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. В двери начали стучать школотроны. И мы их, естественно, с Катей запустили. А чтобы они нам не заколебовали все мозги, я им решил показать, что такое Майнкрафт. Надо же как бы молодёжь посещать легендарную игру. И потом у меня резко заболел живот, наверное, чем-то траванулся. Мне нужно было покинуть наш салон буквально на две минутки, я оставил комп шкалатроном. А когда вернулся, увидел то, что они сидят на сайте 18+. Ну ладно, они-то решили меня подставить и сказали Кате то, что это я сидел на сайте 18+. Что было дальше, убила меня Катя или нет, узнаешь в этой серии. Эй, ты, на других тёлок пяливаешься, а сейчас извиняешься передо мной? Кать, я уже не знаю, я даже не первый раз извиняюсь, уже десятый, я не пяливался ни на каких тёлок в предыдущей серии. Там не было никакого сайта 18+, меня эти шкалатроны подставили, это они туда зашли. Они прям прошаренные юзеры такие, конечно, знают всё. Ой, ты думаешь, никто не смотрит эти сайты 18+. Ну вот ты и смотришь. Вот я сейчас не смотрю, зачем мне их смотреть, у меня есть девушка, вот ты. Мне не надо никакие сайты, всё хорошо, да я тебе честно говорю, да не смотрю я ни на каких других баб. У меня компьютер только для одного. Майнкрафт! Вот и всё, я не смотрю ни на каких других баб, только в Майнкрафт играю. Да, ничего не смешно. Всё, ладно, тихо. Ты не веришь? Я буду думать. Я буду ходить по краешку вот этого бетона и думать. А знаешь что, Кать, вот под предыдущей серией я прочитал коммент одной подписчицы. Знаешь, что она написала? Теорию такую, Шерлок Хормс в юбке. Она написала то, что я же сначала дал комп Кате, она делала там вот этот баннер лаванды, а потом я комп забрал себе и подписчица в комментах выдвинула такую теорию. Ну как бы сначала же Катя искала что-то на сайтах, а потом я у неё забрал комп. Поэтому по писякам может... Ты всё же заходила на эти сайты, а потом мне комп с этими вкладками открытыми дала. Клеветай, провокация, сибаннер вон делал. Сибаннер, это ты давай сибаннер отсюда. Это ты, наверное, здесь это всё сделала и решила меня подставить. Я не смотрел никакие сайты. Это неправда. Я брала ноутбук только чтобы сделать себе баннер. У меня есть алиби. Какое? Я баннер делала. Баннер на сайтах 18 плюс делала, да? Нет, вообще-то в фотошопе. Фотошопе. Всё, давай не будем мы с тобой сраться. У нас с тобой ещё очень просто овер дофига дел. Нам в первую очередь нужно пойти купить подарочек для Вовочки. Ты как бы забыл... О, нет, 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 нет. Стоп, 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 стоп. Раунд два. Опять будем сейчас сраться. Сегодня у Вовочки день рождения. Нам нужно пойти купить ему подарок. Кать, нам платят... Я ни за что не пойду туда. Вообще даже не предлагайте. Пять тысяч. Мне пять тысяч тебе только из-за того, чтобы мы с тобой поработали немножко аниматорами. Ты это понимаешь? Что? Я не понимаю, как мне это вообще в жизни поможет? Зачем мне это нужно? Зачем тебе пять тысяч помогут? Ты понимаешь? За пять тысяч? Да на пять тысяч! Да ты можешь себе знаешь, сколько лаков прикольных купить для работы в маникюрном салоне? Ну сколько? Сколько? Да штук сто себе купишь разных цветов. И фиолетовый, и фиолетовый, и светло-фиолетовый, и темно-фиолетовый. А светло-светло-фиолетовый? И светло-светло-это, и темно-темно-перламутровый. А чуть светлее, чем светло-светло-фиолетовый. И светло, и светлее, который светлее, чем фиолетовый даже сможешь купить. Прикинь? Вау. Во-во. Блин, ну я не знаю Это всего лишь один день побыть в аду Вместе с детьми В детском садике И с сатаной Вовочкой Ну всё, как бы ничего сложного Ну только если во имя лаков Во имя лаков, во имя лаванды Аллилуйя Ладно, я согласна Я как будто уговариваю её замуж за меня выйти Или чё-то такое Я просто не уговариваю 5 тысяч заработать Что, давай спускайся, пошли в магаз Пошли Как? Ну так же, как ты туда поднялась, так же и спускайся Как ты туда поднялась? Вопрос Ты поднялась на крышу, не помнишь, как ты туда поднялась? А, вот тут лестница есть Ну давай спускайся по лестнице, ты где? Давай спускайся Ой, это мне кажется, или здесь есть лестница? Лестница под тобой, да Спускайся Да? Ой А ну да, зачем лестница, если можно просто спрыгнуть с двухэтажного дома Естественно, это же Катя Ногу сломала? Нет, не сломала? Ты просто типичная какая-то, просто самая типичная Всё, давай Алё, ну слезь, пожалуйста Ну давай хоть раз в жизни вместе пешком дойдём Я тебя прошу Ну ты задолбал уже ездить один Я за тобой как пёсель бегу Стравомыслящий, здоровый человек У которого есть транспортное средство Жоповозка в народе Если у него есть жоповозка, зачем ему ходить пешком, если он может ездить? Слезь, пожалуйста Почему? Одну причину назови, почему я должен слезть Давай прогуляемся, это полезно для здоровья Это не причина, нет Меньше на бензин потратишь Ну, он жрёт мало бензина, он экономный Ну, если слезешь, сделаю тебе сырники Десять штук Девятнадцать Десять Девятнадцать Пятнадцать Догоняй, ладно Девятнадцать Пятнадцать Девятнадцать Тогда ноль Ну тогда я поехал, пока Девятнадцать Ноль Ну ладно, сойдёмся на пятнадцать, хорошо Пятнадцать сырников со сметаной и вареньем малиновым ты пойдем уже за подарок подароком да все верно пробежка хорошее дело но не для меня у меня байки вот это я понимаю вот этот центр города вот здесь бы нам с тобой жить они на самое крайне вот тут вот здесь самая вся движуха самый сок проходит пара магазинчиков какие-то за драпезных пару магазинчиков то есть ты сейчас за драпезный магазом назвала магаз ашот да если бы ашот увидел услышал то что ты сказала никогда больше шашлык не продал а куда можно то пойти там у нас пятерочка там у нас ашот здесь у нас эльвир очки еще вон детский магазин мы прошли смысле животное насколько я рад здесь ходил я ни разу не видел детский магаз есть видимо новый пойдем попробуем суши жопа жопа сливка не стоит на месте мэр города развивает просто и и тут пивнушка возле детского магаза просто мечта боти алкаша и курсе этой в курсе что мэра города ой мэра города жопа сливкин это в честь него назвали город я только недавно узнал мэр города жопа сливкина а город жопа сливка да это совпадение ладно пускай сквозняк будет да и так нам наперделись освежителя воздуха нет воздух стоит на месте покупайте все закрыли здравствуйте здравствуйте тоже здравствуйте молодые взрослые люди так сейчас как давай мы игрушки посмотреть так что можно купить вовочка смотри у меня 3000 рублей но для вовочки это слишком коширно будет если моему за три тысячи рублей что-то купить а у тебя еще штукарь есть у меня кейсик есть давай его оставим на черный день даже черный день зовите если вам понадоблюсь да 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 хорошо нам консультать не нужен мы сами пикачу давай подарим ему пикачу какой пикачу катись и бы у меня был ребенок я бы ему подарил пикачу но я не знаю за что если бы у него там за год не было ни одной двойки только дни пятерки пикачу надо заслужить вовочке можно чуть другой вот кубик рубик давай нинтендо давай молодой человек сколько нинтендо стоит вот это которая с кассетой уже сразу вот вот 7000 но мы еще подумаем уходить обычно обычно консультантов не бьют в магазине просто говорят спасибо я его не удавил его просто утку можно утку хоть какой домик для барби хочу 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 давай потом тебе купи 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 Так, ну там Бэтмен, рюкзак, хотя рюкзак ему рано, он где-то через год-два в школу пойдёт. Да здесь всё дорогое. Тут чё-то есть ещё, календарик может быть. Ну, может реально ему календарик купить, я не знаю. Молодой человек, проконсультируйте, пожалуйста, что-то, чтобы было просто очумительно, но недорогое. Вот прям в меру всё. Такое, прям ежманское. Да, да. Так, вы там консультируйте, как пос... Я тут пока посмотрю. Да, Владислав, пожалуйста. Владик, Владик, консультант. Ребёнку 5 лет, он сатана. Воплоти, поэтому... Я не знаю, подскажите что-нибудь. О, нифига себе, трёхколёсный велосипед. Может ему карандаш купить? Вот ещё Огин карандаш. О, приставку? Да дорого сильно, нет. Сломает там, выкинет, не такое надо. Учитывая, что это Вовочка, он её точно первый день сломает. Ему нужно то, что он не сможет сломать. Утку? Нет, утка не подходит, он же всё-таки мальчик. Утка, утка для девочек, наверное. Молодой консультант? Я знаю, что можно купить. Я знаю, что можно купить. Мяч тоже не подходит. Кать, иди сюда. Продайте стул, пожалуйста. Стул? Зачем ему стул? В смысле, зачем ему стул? Ну, типа... Ну, у взрослых людей в жизни, знаешь, личная машина есть, личная дача, личная квартира, там, телефон. А у Вовочки у 5 лет стул личный будет. Ну, давай как бы начнем с того, что у детей там в 5 лет личные игрушки, личные там привалбаски какие-то детские. У обычных детей в детстве личные игрушки, а у Вовочки сразу в детстве личный стул будет. Ты прикинь, приедет он, кстати, он ещё и на колёсиках, если что, приедет он в свой детский сад на стуле, на колёсиках. Ты прикинь, все тёлочки пятилетние его будут просто. Ну, слушай, я согласна, наверное, да, это идеально. Да, он же на колёсах, он будет кататься, это идеально, это идеально. Личный стул, если бы у меня в 5 лет был личный стул, да я бы, да я бы не знаю, кем бы я вырос, ну, точно не Майнкрафтером. Всё, 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 Владик, Владик, пожалуйста, заверните нам вон тут стул. Стул продайте, пожалуйста, вот этот. Можно, в принципе, даже без подарочной упаковки, просто вот так, дайте нам, да и всё. Молодые люди, вы с ума сошли, стул не продаётся. Так продай, будет продаваться. Возьми, продай, продастся. Ну, как бы, ну, нам надо, мальчику приятное сделать. День рождения, сегодня, вечером, мы идём на день рождения в садик, продайте стул. Ради Вовочки. Ну, ради такого случая, так и быть. 300 рублей. Ну вот, сразу на уступке, есть 300 рублей, Катюха, а то у меня только по тысячам. Так, 100, 200, 300, всё, молодец. Стул дайте, пожалуйста. Тракториста, тракториста, тракториста. Извините. Ну, супер. Сейчас, подожди. Вот так. Стул есть, личный стул, успех в жизни. Ну, всё, пойдём. Так, ну всё, мы больше ничего не забыли. Так, ай, нет, забыли. Кать, иди подыши свежим воздухом. Сейчас я поблагодарю нашего Владислава за такой прекрасный стул. Хорошо? Ну, давай. Давай. Владик, 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 Владик. Сколько вот эта шняга стоит? Вот, вот это. Ну, велосипед этот трёхколёсный, не тупи. Сколько стоит? 3000? У меня как раз 3000. Короче, у меня идея небольшая появилась. Нет, у Кати не день рождения, и Новый год как бы тоже не скоро. Новый год на новом году будет. Сейчас не Новый год вроде. Сейчас лето. Она заколебала ныть в каждой серии дно. Ой, представь, насколько же сильно она мне просто съела все мозги в предыдущей серии. Если ты не видел предыдущую серию, если не знаешь, что там творилось, лучше тебе, конечно, не знать, и я даже не советую тебе её смотреть. Но, на всякий случай, вот здесь есть подсказочка на предыдущую серию. Да, представляю. Я вот тоже представляю. Вот, а ты не представляешь, если ты не смотрел предыдущую серию. Вот, и какая у меня идея? Она ноет. Вот, вы даже видели в этой серии то, что она не дала мне покататься на моём байке. А зачем он будет стоять возле нашего магаза, если я на нём не катаюсь? Я ей куплю вот эту фигню трёхколёсную. И пускай она радуется жизни. Будет за мной прицепиком так ехать, и будет радоваться то, что её транспортное средство есть. Я, Владик, отдаю вам последние деньги. Три тысячи. Прям от души отрываю, покупаю велосипед трёхколёсный. Ну, велосипед медленный очень. Как бы, да и Катя газовать сильно не умеет. И быстро тоже. Всё нормально. Я буду на байке, она будет на велосипеде. Может, ребёнок будет кататься? Какой ребёнок? Хотя Катя, на самом деле, тут ещё ребёнок, поэтому всё. Да, до свидания. Да ёпперный театр. КАТЬ! Ты... Ты чё? Ты Вовочке велик купил, что ли? Ты совсем с ума сошёл? Мы ж стул ему взяли. Это не Вовочке. Это Катечке. Какой Катечке? Тебе, Катечке. В смысле? Хоромысли. Это я тебе купил. Мне? Да. Личное транспортное трёхколёсное средство. Ты мечтала? Мечтала. Вот я сейчас наконец-то смогу нормально покататься на своём байке, который не будет простаиваться. Ооо, быстрый, конечно. Но спасибо, я безумно удивлена. В смысле быстрый? Так смотри, я тебя даже догнать не могу. Ну давай, подрифти, подрифти, подрифти. Ну, если ребёнок в семье рад, значит семья хорошая. Какой он классный, даже круче, чем твой байк, срай. Ну естественно. Всё, пошли! Вовочка ждёт. Да, я тебя хоть обниму. Ты где? Ну и ладно, вот. Ты где? Перед тобой стоял, развернись. Да ты можешь прямо по дороге. Ооо, привет. Муах! Ой, ооо, как приятно, как приятно. Всё, давай садись на тарантайку свою и потопали, что ты её на башке носишь. Шумахер. Вишнёвая семёрка, неоновые пары на стёклах тонировка. Тонировка, вишнёвая семёрка. Семёрка. Ты рада? Я безумно рада, у меня есть теперь своё транспортное средство. Всё, припаркую возле моего байка. А хотя, ну где-то вот, не, да слезь, слезь. А чё у нас дверь открыта? Не поняла. Слезь, 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 сейчас даю. Доходи вон. Сейчас я лом достану на всякий случай. И стул. А я тысячу достану. Вы ещё кто такие по... Это, это... Ядрить меня в пе... В печень. Здравствуйте, бабулечка. До сюда, какая бабулечка? Это те, которые нас пугали. Помнишь, когда мы на синей тачке катались. Телефон доставай, звони в полицию. Полиция, звони, хотите сюда? Да у меня нет телефона. На, на мой, на мой, я поговорю с ними. Звони. Молодые, взрослые, бабы, это... Давайте... Тихо. Успокойтесь. Нам всего лишь нужен маникюр. Так это самое, маникюр-то просят обычным человеческим языком, а не с ножом. Те-то зачем маникюр, мужик? Как бы здесь только бабам маникюр делают. Не, ну как бы, если ты хочешь, котя тебе может сделать? Да в смысле не мне, а бабуленции. А бабуленции-то зачем? Да ей лет 85 уже кости дрыхлые, она рассыпается на ходу, песок-то сыпется. Ей-то зачем маникюр? Ну, 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 реально, если так. И твоё дело. Ой, какие мы... Так, так подождите. Так вы нас как раз тогда и присадулись с этим ножиком, когда мы на синей тачке катались. А чё сейчас, чё сейчас? Друзья сразу пришли в наш лаванда-салон, как только мы поднялись, сразу за друзьями захотели быть. Маникюры пришли сделать, вы делаете свою работу. Ага, чтобы вы нас потом убили? Да, чтобы вы потом нас убили, да, так же, как тогда нас присанули. Бабуленция тогда тоже хорошая была, когда нам овощи, да, продавала? А потом так, тихо-тихо, а потом так же ножиком, да, присанула нас? Не, так дела не делаются. Все обиды в прошлом, чисто бизнес. Ну, если вы пообещаете... Бизнесмены, блин. Бизнесмены. Если вы пообещаете то, что нас не порешаете, тогда хорошо. Обещаешь? Беззубое. Обещаю. Ладно, проходите. Пройдемте. Ножик можно убрать, на самом деле, чтобы случайно кого-то не поранить. Катя, ты что-то на ножик не натыкнулась? Пройдемте, пройдемте. Да, пройдемте, бабульчика, вам направо, вот сюда, вот мой кабинет. Подозрительный какой-то чувак. Ну, рассказывайте, бабульчика, какой маникюр хотите, что вообще делать будем? Там комбинированный. Угу. Сиренево-каштановый. Ну, знаете, у меня только красный есть. В принципе, другого ничего нет. Она всем красный делает, вот у вас красный будет. Ой, бабульчика, давайте здесь красненький, тут в принципе тоже наготов красненький. Ну, у меня другого вака нет. Слушайте, а вы мне расскажите вообще, вот вы жизнь повидали, вы уже старая. Может мне советик какой-нибудь дадите на жизнь, я не знаю. Че он там машивается-то, а? Ой, девочка, у меня есть только один совет. Ну, какой? Говори. Мужика хорошего найти? А как его найти? В смысле, как его найти? Ты уже нашла? Люткнись. Когда подарит такое кольцо, то и выходи за него замуж. Едрит тебя в бриллианты. Вот это кольцо. Эдичка, слушай, а там когда ты замуж, вот это, там, не? Не, не, ну ладно. Продолжим. Вот это кольцо. А тебе кто такое кольцо подарил? Муж? Какой замуж? Да ты там молчай. Я молчу, в таких случаях реально лучше можем помолчать. Не муж, а дед мой помер уже. Оу. Ой, ладно, бабуль, вы колечко-то свое спрячьтесь и глаза мне не мозольте. Завидно все-таки, сами понимаете. Ой, ладно. А ты-то чё, шкет на мой байк тут ляхи точишь? Я не знаю, сколько за тобой наблюдаю. Отстанет моего байка. А тебе-то какая разница, сосунок? Это я сосунок? Да ты на себя посмотри. Хоть как бы ты и выглядишь практически так же, как я. Мы чё с тобой в одном... Ля, это чё за синяя тачка? Смотри, какая синяя тачка. Чё, и хаммер какой! Вы аккуратнее, молодые люди! Вы смотрите, где вы паркуетесь-то. Если вы за налогами, мы как бы еще не успели даже открыть свой вот этот лаванда-маникюрный салон. Скоро все будет. Здравствуйте. Вы ведет меня полидол, прячься с седлом. Чё там происходит? Здравствуйте, вы маникюр делаете? Я похож на человека, который делает маникюр? Нет. Вот там внутри делают, девушка моя. Ой, сейчас будет интересно.